всем привет с вами bassett и сегодня мы научимся играть муталисков zvz исходя из стандартного билда я думаю это будет очень актуально особенно если выйдет патч который понерфит королев и тем самым сделает мут еще более сильным опенингом билд у нас на самом деле крайне простой мы открываемся в стандарт но добавляем эволюционку на третьей минуте и на 330 мы сделаем 11 собакам чтобы защищаться от любой агрессии ну а затем где-то к пятой минуте у нас пойдет леер мы додронимся и выйдем просто в масс-муту и будем играть уже вот на этом лимите давайте посмотрим собственно как ее играть и как от нее защищаться и так давайте возьмем для примера эту игру на eternal empire здесь появлюсь я мой оппонент гуру польский зерк и давайте сразу мотать буду рассказывать только про самые ключевые моменты этого билда потому что в целом он базируется на стандарте про стандарт уже было очень много видео поэтому давайте сразу к делу естественно идет хата 16 18 газ 17 пул а вера у меня летят тоже по обычному направлению сюда посмотреть если база посмотреть если креп и на третью локацию тоже узнать будет она в этой игре либо же нет я естественно открываюсь в дронов я стараюсь играть более халявно я очень часто пропускаю при этом первых двух собак вот но в этой игре их решил построить просто для доп разведки для того чтобы посмотреть что делает мой оппонент и собственно принять какое-то решение дальше идет стандартная хэтчери то есть пока у нас все нормально на 240 бейлинг nest на 250 чтобы защищаться от разных атак собаками бейлингами оппонента соответственно и здесь уже будут первые важные детали билда эволюционка которая идет на 310 зачем она нам нужно она нам нужно чтобы сделать очень рано броню и потом чтобы сделать коготь многие могут конечно поспорить типа зачем нам нужны какие-то лишние амгрейды не лучше ли сразу сделать лэйр сразу пойти муту и так далее дело в том что пока мы будем выходить муту пока мы будем добавлять ранний газ пока мы будем забирать рабочих с минеральной экономики у нас довольно таки большое окно уязвимости да то есть наш оппонент может поставить ручатник сделать много собак прийти с врачами нас пушить у нас защиты какой-никакой ну просто нет да потому что мы если вложимся врачей нас будет просто меньше при этом у нас там будет простаивать твер будет дисбаланс экономики нехорошо но у нас есть более интересный вариант это сделать апгрейды на собак сделать апгрейды на броню и на коготь потому что собаки с брони с коктем контрят практически весь т1 зерков да то есть единственно чем они контрятся это ручи бейлингами но опять-таки тайминги ручи бейнов обычно довольно позднее и уже к моменту таких атак у нас будут свои значит муталийский скорее всего да или они будут близки к готовности заказом в первой эволюционке мы обычно всегда броню потому что она поможет нам харасить лучше а затем добавляем вторую эволюционку на 3 30 вот в ней мы закажем с вами коготь то есть у нас будет одновременно два апгрейда на собак поэтому если вдруг наш оппонент решит нас жестко чистить собаками у нас всегда будет какой-то адекватный ответ на все это да то есть вот здесь гуру пытается немножко подраться за хэтчери но это толком не получается потому что у меня есть бейлинги он же пошел в ручи вот здесь я выбрал именно эту рябку потому что здесь у нас есть ручи многие очень сильно теряются когда видят врачей и не знают что с ними делать давайте дальше по таймингам значит у нас все это время пока добывает один газ одного одной газилки у нас который мы не уводили рабов нам хватит газа и на броню и на коготь поэтому пока мы это никак не трогаем делаем собак по возможности если нам это надо то есть и примерно у нас ориентир тайминга лейра это где-то 454 пятая минута да почему почему так потому что то сильно зависят от того сколько мы сделали bay ничего что на старте то есть в этой игре я сделал двух это не очень много но допустим если бы я не делаю palabras вообще атакой иногда возможно если вы сильно халявите у меня уже естественно был более вот прямо сейчас он стартовал на 440 но опять таки это зависит от того как проходит ваша игра то есть если вас допустим сильно чизит собаками если ваш оппонент не выходит макро вам собственно лэр можно вообще отложить и на полторы минуты, потому что вам главное отбиться, контратаковать с собаками. Ну и как только мы понимаем, что все хорошо, мы непременно обязательно разведываем нашего оппонента, мы просто переходим в этот лейер, делаем сразу с переходом в лейер газы, опять-таки правило у нас такое, что когда у нас рабов 50, тогда мы добавляем газельку, то есть вот у меня было 48 рабов, я добавил газ и, собственно, буду уже играть макро. Но в этой игре, к сожалению, гуру, точнее, гуру вайрус идет в атаку и я вынужден просто как-то на это реагировать. Как вот такое отбивать? То есть очень многие игроки теряются, выходят эти вот страшные роучи. Смотрите, ребята, у нас тут всего лишь два простых алгоритма. У нас первый вариант, если с роучами у нас тут бейлинги, в этом случае собачки, но то есть могут быть бейлинги. Если есть бейлинги, мы просто бежим всеми собаками в контратаку и стараемся максимально навредить его экономике. Дома ставим санки обязательно, желательно санки ставить подальше в минералах, потому что если вы ставите их вот здесь на крипа, велика вероятность, что они просто не успеют достроиться. В минералах это самый надежный вариант. Вот, и стараемся отбиваться на дотеканиях, собираем королев вместе и так далее. Если же здесь у нас голые рачи, голые собаки, нам санки не нужны. В этой игре я точно этого не знал, то есть я не до конца смог разведать его базу, поэтому я заранее подумал о самом худшем варианте, подумал, что это именно бейлинги вместе с врачами будут, и я, соответственно, ставлю санки, и вы просто делаете собак. Так, вот, лейр можно отменить, можно продолжить делать. То есть я в этой ситуации сильно очень испугался, потому что думал, что там будут бейлинги, и лейр отменил. Рачи просто без поддержки бейлингов обычно от собак умирают без больших проблем, да, то есть они не носят им большой урон, а если у нас есть еще апгрейды, особенно апгрейд на когать, то рачи просто лопаются, как орешки, за одну секунду. Ну, главное, естественно, их окружить, причем так, чтобы они не смогли занять какую-то позицию там в узком проходе, в минералах и так далее. Ну, и, соответственно, если у нас апгрейды имеются, никакой проблемы здесь у нас не возникнет. Мы разменяемся очень даже хорошо, очень даже уверенно. Вот после такого размена обязательно бежим в контратаку и обязательно пытаемся нанести какой-то урон экономики. Забежать вот сюда, забежать на мейн, там, ну, в общем-то, где у вас получится. Но помните о том, что вам нельзя полностью терять всех собак. То есть если у оппонента здесь очень много рачей, не стоит посылать собак, потому что собачки — это тот инструмент, который заставляет нашего оппонента сидеть дома, да, то есть он не может просто выйти, потому что у него под окнами гуляют эти вот злые псы. И, соответственно, мы этим самым покупаем себе время до муталийсков, потому что если собаки все умрут, у нашего оппонента уже не будет преград, он просто будет отправлять рачей через всю карту. Поэтому мы стараемся собак как бы не особо тратить. Здесь я решил напасть, потому что увидел, что его мало, то есть это было решение, принятое на лету. Изначально я планировал просто разведать, но увидел, что у него тут мало рачей. Я просто забрал королев и уже потом спокойненько отступил назад, потому что мне, соответственно, дальше размениваться смысла нет, как я уже сказал. Делаем опять-таки мы как можно быстрее 66-70 рабочих, полная, то есть экономика таким образом у нас получается, и собственно занимаем четвертую базу. Обязательно там, где есть фиолетовый газ, не вот эту, а вот именно где у нас роскошные заводы, да, по газу. Это намного выгоднее. По возможности можно почистить оппоненту крип, если у нас опять-таки крип уже так далеко к гуру. Ну и как только у нас готов шпиль будет, мы делаем как можно больше мотолисков. Пока мотолисков нет, мы заказываем только собак. Собаки нам нужны, тем не менее, казалось бы, да, уже зачем их делать, но они нам нужны просто, чтобы на случай вот сейчас гуру, допустим, любой зерк может пойти в атаку, он может вывести всех врачей и просто погнать на пофиг, убивать экономику, даже под огнем мотолисков. Собаки будут, во-первых, его задерживать, во-вторых, как я уже сказал, они просто не дадут ему выйти с базы, ну или ему придется оставлять большую часть армии дома. Гуру понимает, что это мута и решает играть, соответственно, здесь у инфесторов. Инфесторы против мута это вариант плохой, я сейчас объясню почему. Вот, ну а мы в это же время, соответственно, занимаем газ. Занимаем и четвертую базу, и газ на ней, когда у нас уже раскачаны все остальные три базы, то есть у нас, когда у нас уже есть 60 рабочих. Вот, если же у нас копятся ресурсы, у меня они будут копиться у вас, скорее всего, часто, потому что этот стиль, он подразумевает очень хорошие инъекции, да, вот которых у меня нет, ладно, на двух хатах есть, он подразумевает хорошие инъекции, и то, что вы будете заказывать много собак, соответственно, у вас, за счет того, что у вас доход большой, а собаки стоят мало, вам придется ставить макрохаты. Сразу же скажу, что, когда вы играете в муту, макрохаты лучше ставить сразу на месте будущих локаций, это просто выгоднее. Обязательно, как только у нас, значит, готов лейер, мы заказываем скорость оверлордам. Почему? Потому что у нас по-любому будут вот эти вот роучи, и эти роучи у нас очень часто будут пытаться харасси, да, заползать к нам, и поэтому очень разумно, оптимально сделать сразу же аверсиру, чтобы просто было намного проще за ними гоняться. Как только мы заказали муту, ребят, мы не тратим газ больше ни на что. Мы делаем только апгрейд на самом шпиле, но мы не заказываем ни плюс 2 на койготь, ни скорость бейнга, ничего из этого, потому что нам, ребят, надо в первую очередь обязательно надо удостовериться, что у нас с вами будет много муталисков, потому что у нас сейчас хорошее тайминговое окно, пока у оппонента нету либо гидры, либо у оппонента нету инфесторов. И, соответственно, мы это тайминговое окно реализуем полностью, мы стараемся фокусить спорки, если они стоят без прикрытия. Обращаю внимание, что для убийства спорки, для эффективного размена вот с этой штучкой надо иметь минимум 15 муталисков, а лучше 20. Ну, по возможности просто убиваем газилки, фокусим рабочих и, естественно, деремся с королевами. Инфесторы нас особо не пугают, если их не очень много, ну или если у них нет маны на микос, соответственно. Стараемся опасаться вот этих рачей, то есть очень хороший ответ на муту это всегда рачи с закопкой. Это, опять-таки, контрится тем, что мы заранее ставим самки и заранее ставим спорки рядом с ними, да, то есть обязательно. Ну и, опять-таки, какая у нас экономика? Экономика должна быть 80-85 рабочих, потому что мы будем очень много размениваться. Рачей мы стараемся искать, искать и фокусить. Можно развесить оверлордов над хатами, если оппонент наш играет в закопку. Ну и, собственно, от этого мы должны добиваться без больших проблем. Главное в этой ситуации не дать оппоненту вот заползти рачами сразу на несколько баз, тогда у вас, соответственно, будет намного меньше проблем. Здесь мы отбиваемся без проблем. Я в этой ситуации очень долго, правда, собаки съедаю от рачей, но хотя бы они их просто выгоняют палками. И смотрите, как только мы видим, что наш оппонент пытается выйти в атаку, мы просто нападаем на него и размениваемся в дикий плюс, потому что вне своей базы такая армия, пока нет вайперов, она намного слабее, чем то, что есть у нас. Поэтому нападаем по возможности. Желательно, конечно, с нескольких сторон. Желательно также добавить бейлингов уже на этой стадии, когда у нас муталисков много. Муталисков у нас, напоминаю, сейчас уже 30. После 30 муталисков можно добавлять уже бейлингов. Ну и, собственно, просто деремся. Обращаю внимание на то, что когда у нас с вами к муте есть какая-то поддержка наземная, да, то есть у нас есть там 20-30 собак и так далее, гидролиски, они будут стрелять и по муте, и по собакам. Соответственно, все наши размены, как видите, будут намного лучше, потому что часть муты большая будет выживать, а гидра, которая у нас не очень умная и которая стреляет по собакам, будет погибать, да, потому что, ну, не будет просто хватать ДПС, чтобы убить всю муту. Здесь вот я разменялся, я потерял только там где-то 5 муталисков, а он потерял примерно там 15 гидры, да, или около того. Ну и, соответственно, пухликов и все остальное, что у него было. Вот когда мы уже разменялись, мы можем добавлять апгрейды. Мы обязательно, главное помните, делайте апгрейд на атаку муте, это важно. И уже, когда вот мы хорошо разменялись, или когда мы заперли оппонента на трех базах, мы можем добавлять себе бейлингов, мы можем добавлять еще собак и дальше уже пушить. Наша задача не дать оппоненту выйти в вайперов и по возможности закатывать ему бейлингов в экономику, забегать далеко собаками в экономику, пока нет люлькеров, и, собственно, на этом уже выигрывать сражение. Вот, и когда муты намного больше, чем гидры, мута разменивается хорошо. Я бы сказал, такая пропорция. Один муталиск, точнее, один гидролиск, это примерно полтора муталиска. Там полтора, один и семь, да, то есть, если мы видим, если у нас два муталиска, два муталиска обычно побеждают одного гидролиска. Ну и, соответственно, здесь у меня уже просто настолько много, у меня 40 муталисков на 16 гидры, это даже более хорошая пропорция. Ну и, соответственно, в этом файте я одерживаю очень довольно-таки легкую победу. Очень важно вот против муты не дать оппоненту накопиться сильно, да, потому что если ваш оппонент выйдет в 200 лимита, и вы при этом не сможете как-то его наказать, вот за этот процесс выхода, вам будет очень тяжело, вам придется свечиться в технологии. Какие у нас тут есть варианты технологии? Вот если вдруг вы вот вошли в макро, у нас вообще как бы мы можем просто вернуться обратно в гидра люркера вайперов, либо же мы можем пойти в, значит, не инвесторов, а в хайв и сделать банально брудлордов. Но это вариант не самый хороший, потому что если у оппонента уже будут вайперы, ваших брудов просто притянут и расстреляют, да, соответственно. Вот, но если не расстреляют, их сначала притянут в гулаг, а там вот эти вот спорки стоят. Поэтому не делайте так, то есть лучше заканчивайте игру на более раннем этапе. Ну а теперь давайте, собственно, разберем то, как муталиски в этом ЗВЗ и должны контриться. Вот мои муталиски, это матч против Вани. Матч был этот на Котхе, я думаю, многие его смотрели. Я не буду там говорить о том, что было первые девять минут. Если кратко, Ваня меня занидусил, значит, мне удалось его червяка выбросить с себя, и дальше я уже перешел в такую наступательную фразу, но фазу. Но Ваня, естественно, очень хороший игрок, и он знает, как отбиваться от муты. Смотрите, что мы делаем всегда в обороне от муты. Во-первых, мы как можно быстрее заказываем скорость врачам, чтобы просто харасить нашего оппонента и заставлять его как можно больше времени сидеть дома. Во-вторых, мы обязательно собираем всех королев вместе и продолжаем строить королев, даже когда мы уже переходим в гидру, потому что королевы, на самом деле, намного эффективнее, чем гидра. Вот, на каждую базу мы добавляем по две спорки, близко к минералам, да, чтобы они как бы доставали желательно друг друга, ну или хотя бы, чтобы они могли потянуть время до прихода королев. Обязательно одну спорку между базами и одну спорку хотя бы в минералах на третьей, а лучше две, да, опять-таки. Вот, значит, соответственно, мы в такой ситуации, если к нам пролетает мута, мы понимаем, что нас все-таки пробивают и нас, скорее всего, там может не хватить, а мы сразу же отправляем врачей в атаку и просто стараемся отвлечь, значит, внимание муталисков, да, то есть заставить муталисков полететь домой, потому что если же мы этого не сделаем, то наш оппонент просто убьет нам всю экономику, мы игру проиграем. То есть стараемся как можно больше времени выиграть. Закопка в этом плане очень хорошо подходит, потому что просто не дает муталискам уходить из дому, им приходится оставаться, им приходится очень много времени терять. Наша же задача, как игрока от обороны, это собрать большое количество гидры и при этом добавлять постоянно спорки, да, то есть не стесняйтесь их добавлять, потому что если против вас играет масс мута, вам главное просто пережить этот период и выйти в более качественную армию, а армия у вас будет в любом случае более качественная, поверьте. И главное делать опять-таки гидру, королев и всегда иметь небольшой стак рачей, там штук 15, чтобы просто они могли, во-первых, ползти в харасс или же просто чтобы у нас был какой-то щит, да, такой танк против масс собак и масс бейлингов. Стараемся добавлять спорки на каждой базе, как я уже сказал, 2-3 минимум и делаем гидру. Мы должны против муты очень быстро выйти в люркеров и в вайперов. До люркеров и вайперов мы базу не покидаем. Инфесторов я советую не строить, они у нас только еще больше нас запрут на базе и инфесторы плохо работают против бейлингов. Да, как бы это парадоксально не звучало, но имейте в виду, что наш обзор в этой ситуации крайне ограничен, то есть мы против муты мы видим ничего по сути. То есть у нас вот вся наша локация, то есть если к нам, допустим, катятся бейлинги вот отсюда, ну эта карта не самая, конечно, удобная для муты, но тем не менее, то есть если, допустим, здесь был бы проход на третью базу, как на большинстве карт, нам было бы крайне тяжело контролировать и защищать базу. То есть любые бейлинги, которые могут вылезти вот с этой позиции, с кристаллов, они моментально убьют всю экономику и, ребят, никакие микосы здесь вам не помогут, потому что вам, скорее всего, либо не хватит скорости реакции, либо же вы просто какой-то 1-2 бейлинга докатится, а 1-2 бейлинга с апгрейдом плюс 2, они убивают раба с одного взрыва. Поэтому мы стараемся побыстрее выйти в люркеров. Люркеры в этом плане лучше, и люркеры, собственно, также помогают защищаться от собак, что очень важно. Собаки, они никак здесь не помогут в такой ситуации. Соответственно, как только мы уже подкопили неплохой стак гидролистов, как только мы поставили короля в позицию, как только у нас уже есть достаточное количество спорок, мы просто начинаем постепенно переходить в люркеров. Ну, люркеров нам нужно пару штук, там штук 6-7, не больше, вот, они как бы больше работают именно в обороне. Опять-таки, играем только от позиционки, побольше спорок на каждую базу, то есть, ну, как бы постепенно увеличиваем количество, в зависимости от количества муты. Здесь, в данном случае, две спорки, как видите, совершенно мало, этого просто не хватает, и Ваня в этой ситуации от меня терпит довольно большие потери, то есть, он теряет трех королев, часть экономики, это неприятно, то есть, такого происходить не должно. Вот, но, поскольку, опять-таки, Ваня уже стабилизировался на четвертой базе, этот урон, на самом деле, просто незначительный, и, опять-таки, его роучи постоянно вынуждают меня отступать, и я, как бы, не могу навязать ему сражение, да, вот эти роучи, на самом деле, играют просто огромную роль в данной ситуации. Вот, собственно, дальше наша задача просто зафиксировать себя на четырех базах, сделать хорошую экономику, там, 60-65 дронов, и дождаться вайперов. Делаем вайперов сначала, потом люркеров, и потом уже можно добавлять игры диналюру. Стараемся, опять-таки, чтобы спорки были. Видите, у Ваня опять нет спорок в достаточном количестве, но у него уже, конечно, много гидры, и, учитывая то, что эта игра довольно плохо началась для меня, у него, как бы, есть уже, ну, такая сказать, нормальное положение. То есть, с одной стороны, конечно, у меня много мут, у меня 36, но, как я говорил вам про пропорцию, поскольку 25 гидролисков, они разменяются без поддержки собак или без поддержки рачей, с мутой, скорее всего, в плюс, поэтому я с ними не сражаюсь. Здесь я смог подраться, потому что их было мало, но, опять-таки, спорки просто заставили меня отступить, потому что спорки наносят колоссальный урон по муталискам, соответственно, я не мог себе этого позволить. Ну, и дальше, соответственно, Ваня доживает до вайперов. Как только появляются вайперы, они полностью контрят всю муту начисто, да, потому что мы ничего не можем с ней сделать, то есть паразитическая бомба просто уничтожает за секунду всех муталисков. Ну, сейчас будет хороший пример, да, давайте вот промотаем. Опять-таки, обратить внимание на терпение, да, игрока, на терпение красного зерга, это, на самом деле, правильно, это не слишком пассивный стиль, потому что, ребят, если мы проиграем хотя бы одно сражение муте в центре карты, да, вот как это было в предыдущей игре с Гуру, то просто моментально будет проиграна вся остальная игра, потому что это супер важно устоять и не потерять ни в коем случае свой боевой лимит и, главное, дожить вот до этого лимита, потому что этот лимит, он намного сильнее, чем то, что есть вот у меня в этом случае. Просто масс мута, даже с бейлингами, она работает плохо, потому что люркеры уже есть, люркеры это все дело контрятт. Вот, ну и, собственно, что мы видим, да, то есть пролетает мута, она начинает, опять-таки, очень эффективно размениваться здесь, убивать рыбов, но, опять-таки, 1-2 вайпера просто заставляют вас люто сплетиться и наносят урон сразу же по всему стаку муты. Это очень больно, это очень тяжело, значит, в плане микро, да, то есть сплетится от этих бомбочек и, соответственно, по возможности мы стараемся вот на этом этапе, если мы вот уже, если мы играем за муту и мы до этого момента дошли, мы уже должны вот игру заканчивать вот-вот, то есть там посылать волну бейлингов на его базу, там штук 30 иметь огромную экономику, вот, но, соответственно, если мы игрок обороны, если мы игрок за наземную армию, то на этом этапе для нас игра практически выиграна. Осталось зафиксировать базы, добавить статику, добавить там 8 люлькеров и просто уже с хорошим таким большим лимитом выйти в одну большую атаку, потому что в прямом бою против 4 вайперов и там 30 гидролистов с люлькерами мута ничего не может сделать, да, сколько бы вы не строили бейлингов, там 50, это не поможет, потому что люлькеры бейлингов контрят очень легко, а вайперы очень легко контрят муту, ну и, собственно, все, что останется уже у вас на запасе, с этим разберется без проблем. Вопрос только по количеству вайперов, но сразу скажу, что вот этот состав армии, он не самый оптимальный, то есть нужно иметь больше люлькеров, там порядка хотя бы 80 штук и вайперов тоже желательно иметь штуки 4, потому что, ну, две паразитические бомбы, например, они полностью проблему не исправят, зеркаль сейчас может расплетиться. Я в этой ситуации решаю пойти в бейстрейд, это решение на самом деле плохое и вы, я думаю, понимаете почему, потому что спорки. Вот здесь спорки мне убили порядка 20 муталисков, это просто, ну, ужасно плохой размен, но, соответственно, Ваня спокойно марширует этой армией, потому что он знает, что я с ней нормально подраться не могу, ну и в какой-то момент я уже уничтожу в части его экономики, я понимаю, что, окей, возможно, мне стоит вернуться, вот, но это тоже плохое решение, потому что уже у меня муты мало и, собственно, идея это тоже не самое логичное. Ну и я получаю две паразитические бомбы, ну и, как видите, они просто идеально контрят всю муту, мута теряет за секунду просто все хитпоинты, если там не расплетить муту, мута вообще умрет, то есть одна паразитическая бомба гарантированно убивает мута лиска. Ну и дальше, соответственно, игра заканчивается моим поражением, поэтому обратите внимание, лучшая контрамута это всегда игра от обороны. Если же вы увидели или поняли, что ваш оппонент идет в муту, очень хороший вариант просто это пойти в ниндус, но, опять-таки, обращайте внимание, что тайминг должен быть, так сказать, тоже логичным, да, потому что, допустим, Ваня в этой игре пошел в ниндус уже вслепую, то есть он просто любит играть ниндус, поэтому у него был рано лэйр, у него были раны газы, и он рано перестал делать дронов, то есть он начал довольно скоро делать боевую армию, да, то есть только боевой лимит роучи, там какая-то часть бейлингов и, собственно, только вот эти вот юниты. И, соответственно, ниндус у него пошел до того момента, как он разведал шпиль, то есть он даже в этой игре он даже не знал, что я иду в муту, он даже не знал, есть ли у меня лэйр, то есть ли я планирую что-то такое. Он просто сразу же решил делать нидус, потому что он знает, что я люблю муталисков. Соответственно, в такой ситуации, когда вы можете поставить нидус или вы можете пойти в большую атаку рачами до появления муталисков, это хороший вариант игры. Но обратите внимание, что если вы идете в такую атаку после шестой минуты, то есть если у вас, ну, если именно нидуса нет, то вы, скорее всего, обречены на провал, потому что если мута вылетит, если мута вылетела, а вы находитесь только на своей части карты, вам, скорее всего, придется все-таки уже играть от обороны. Ну, собственно, про то, как отбиваться, я уже рассказывал. Если вы играете за муту, вы просто стояете санки дома, желательно за минеральной линией, и просто делаете много-много собак, стараетесь дожить до муталисков и стараетесь, собственно, ни в коем случае не дать оппоненту убить вашу экономику. Деретесь с собаками только вместе с вашей мутой, то есть пока у вас нет муты, вы всяческие сражения избегаете. Когда у вас появляется мута, вы уже можете вместе с собаками принимать такое уверенное сражение. Ну, то есть здесь я, прежде всего, уничтожаю нидусы, потому что это важно, да, это его подкрепление, и к тому же нидус стоит довольно много газа. Ну, и когда у меня появляется мута, первым делом я фокушу королев, потому что это единственная тейерна, а дальше уже вместе с муталисками я сражаюсь с роучами. Очень важно в такой ситуации муталисков контролить вручную и муталисками фокусить роучи. То есть мы стараемся стрелять по раненым в первую очередь, да, то есть и просто про кнопку мыши убиваем каждого роуча по одному, ну, а собаки уже как-нибудь там справятся сами. Вот примерно так у нас все обстоит с мутой в ЗВЗ. Это такой вот маленький инсайт. Надеюсь, этот гайд был вам полезен. Спасибо за просмотр и удачи вам на ладере. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok